МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые зрители, здравствуйте! В прямом эфире Раменского телевидения Вечерний диалог. И сегодня его тема посвящена школьному образованию. Мы поговорим о том, какие раменские школы вошли в рейтинг лучших в Подмосковье и чем обусловлен такой успех. Также узнаем, какие новшества в учебном процессе ждут педагогов и их учеников с 1 сентября. Я рада снова увидеть в нашей студии гостю, которая знает ответы на все эти вопросы. Это председатель Комитета по образованию администрации Раменского городского округа Наталья Александровна Асеева. Добрый вечер. Добрый вечер, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Уважаемые зрители, вы можете позвонить нам в студию по телефону 8 496 46 1 68 68 или написать ватсап по номеру 8 905 507 38 09. Не стесняйтесь, пишите и звоните. Наталья Александровна, давайте начнем с главной новости. Опубликован рейтинг лучших школ Подмосковья и 23 раменские школы, насколько я знаю, вошли в этот рейтинг. Кроме того, 8 из них попали в еще более престижную группу, сотню лучших. И уже настоящий рывок сделала Раменская гимназия, которая вышла на 8 место, преодолев почти 200 ступеней вверх списки по сравнению с прошлым годом. Вот чем обусловлен этот успех? Да, действительно, Екатерина, мы искренне радуемся успехам наших образовательных учреждений. Все цифры названы верно. Действительно, 8 школ по итогам прошлого учебного года вошли в сотню лучших школ Московской области, а всего 23 отнесены, скажем так, к топу 500. На самом деле это топ 496 на сегодня. И признаны также одним из лучших образовательных учреждений в системе образования нашего Подмосковья. Мы радуемся успехам наших образовательных учреждений и понимаем, что это глубочайшая, кропотливая и совместная работа педагогов, детей, родителей. И это очень замечательный успех, и мы этим очень гордимся. Весь год, прошлый учебный год, шла постоянная работа. Как работали с медалистами? Как готовили детей к Всероссийской Олимпиаде школьников? Вы правильно отмечаете некоторые позиции нашего рейтинга, потому что за уже набранными баллами, за набранными очками, за расстановкой в рейтинге, полученными местами, действительно большая-большая работа по совершенно различным направлениям. На сегодняшний момент рейтинг образовательных учреждений – это многокомпонентный анализ всей системы работы образовательного учреждения, и нужно быть успешным в каждом направлении. Это и должна быть успешная итоговая аттестация, и вы правильно отметили, должны быть медалисты, подтвержденные медалисты, дети, которые отлично сдают экзамены на ЕГЭ, подтверждают звание своего высокого медалиста. Мы уже, наверное, показывали сюжеты, когда мы чествовали наших детей, в том числе детей с высокими результатами. Мы гордимся и успехом на итоговой аттестации. У нас достаточно серьезное количество стобальников в этом году. Это тоже все входит в копилку, в итоговый результат, который получает образовательное учреждение. Здесь же, конечно же, мы отмечаем работу наших школ, кропотливую, которая начинается уже буквально сейчас, перед началом нового учебного года. Это подготовка наших детей к олимпиадному движению на школьном уровне, на муниципальном уровне, выход на регион, ну и, конечно же, успех наших детей на России. Здесь мы тоже приросли и тоже искренне гордимся тому, что в число наших школ, которые подтверждают высокое звание школ олимпиоников, входит достаточно серьезная плеяда образовательных учреждений. Ну и, конечно же, мы говорим здесь и про функциональную грамотность, мы говорим про инновационные процессы, которые идут в наших образовательных учреждениях. Не забываем про большой аспект воспитательной работы, это и создание наших подразделений Орлята России, движение первых, это центры детских инициатив, это введение в педагогический состав советников по воспитанию, это большие экскурсионные программы, это создание внутриобразовательных учреждений, спортивных клубов, школьных театров, работа наших музеев. Все это включается в большой-большой анализ и по крупицам складывается в тот результат, который мы на сегодняшний момент имеем. И мы действительно, я еще раз повторюсь, очень гордимся этим результатом. Мы радуемся успехам наших образовательных учреждений, которые в течение пяти лет подтверждают звание лучших школ Московской области. Это школа номер 10, это школа номер 5, это Раминская школа номер 21. Мы радуемся успехам тех образовательных учреждений, которые впервые вошли в топовые позиции, но приложили к этому максимум усилий. Это наша Гжельская школа, Островецкая школа, это школа номер 98 и многие другие. Поэтому низкий поклон всем нашим педагогам, всем нашим ученикам, родителям. Именно в совместной командной работе мы получаем такой достаточно серьезный результат. Я считаю, что нас по достоинству оценили. Мы действительно очень старались весь прошлый учебный год. И результат вот сегодня у нас такой. Мы радуемся. Я согласна с вами, да. Результат достойный. Наталья Александровна, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте его послушаем. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. У меня такой вопрос. А как можно вообще попасть ребенку во вторую гимназию? И поздравляю вас с праздником и с наступающим днем знаний. Отпразднуйте это правильно и великолепно, чтобы у вас было. Благодарю вас. Ага. Немножко хотела получить побольше информации, чтобы прокомментировать, как попасть во вторую гимназию. Ну да, гимназия и Раменская гимназия, которая сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге, и гимназия номер два, которая занимает четырнадцатую строчку в рейтинге школы Московской области, всегда очень популярны среди родителей. Конечно же, прием в эти образовательные организации идет по прописке в первый класс, в другие классы при наличии свободных мест, в профильные классы мы отбираем внутренними экзаменами, школа имеет право, в профильные, в классы основной школы отбирать детей уже по уровню знаний. Есть один еще путь, это совет родителям, кто очень хочет попасть и в ту, и в другую гимназию, пожалуйста, посмотрите на их дошкольное отделение, потому что на сегодняшний момент воспитанники дошкольных отделений в рамках реализации проектов предшкола, в связи с тем, что это теперь единые образовательные комплексы, переводятся с дошкольного отделения в основное здание, вне зависимости от того, имеются ли там старшие дети обучаются, и вне зависимости от прописки. Поэтому, пожалуйста, либо быть воспитанником дошкольного отделения, либо быть прописанным по микрорайону гимназии номер 2 или Раменской гимназии, либо выдержать внутренние испытания образовательного учреждения, если вы поступаете в основную или в старшую школу. Я думаю, исчерпывающий ответ вы дали нашему телезрителю. Я продолжу разговор и знаю, что в грядущем новом году, в новом учебном году. Учебный процесс ожидают достаточно весомые новшества, значительные, на них стоит обратить внимание родители, учеников, но педагоги, я уже думаю, в курсе. И первое, что вспоминается, вот вы говорили сейчас, школа оценивается по количеству медалистов. В школьную жизнь возвращаются серебряные медали, насколько я знаю. Поясните, пожалуйста, зачем, что это даст ребятам? Ну, я думаю, что это в первую очередь запрос, который звучит от наших родителей, которые, выступая в защиту интересов своих несовершеннолетних детей, или уже совершеннолетних, у нас бывает такое, когда дети, уже достигнув 18 лет, заканчивают 11 класс, говорят о том, что да, мы очень старались, мы учились, но вот нам чуть-чуть не хватило. Но мы же так много вложили в своего ребенка, почему он не достоин аттестата особого образца и медали другой степени. Когда-то у нас были золотые и серебряные медали, и я думаю, что мудрое решение, которое принято для того, чтобы ребенок, который старался, учился, но по какому-то предмету не достиг наивысшего результата в оценивании, не смог это подтвердить на едином государственном экзамене, почему бы ему не дать за его заслуги медаль второй степени, а сейчас так будет называться, медаль за особый успех и улучшение второй степени, или в простонародье серебряная медаль. Здесь возможны отметки 4, их не должно быть более двух, а значит количество медалистов, я думаю, у нас обязательно увеличится. Вы знаете, я сама заканчивала школу с серебряной медалью, у меня были две четверки по физкультуре и по НВП. Медаль помогла мне при поступлении в ВУЗ, а как сегодня? Вот серебряные медали будут играть роль? Я думаю, что будут внесены изменения в документы о приеме в высшие учебные заведения, и, конечно же, так же, как и медаль за особые успехи в учении, существующая сейчас, медаль уже второй степени будет приносить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Наталья Александровна, перечислите, пожалуйста, основные нововведения, которых следует ожидать родителям, на что нужно обратить внимание? Ну, вы знаете, Екатерина, наверное, нам не хватит и целой передачи. Давайте кратко. Для того, чтобы все нововведения перечислить, одни, наверное, нововведения в большей степени касаются нашего профессионального сообщества, и родители не совсем будут погружены глубоко в ту историю, в которую мы сейчас входим. Ну, начнем. Первое. Федеральные государственные образовательные стандарты. Единые. Федеральная образовательная программа. Единая. То есть мы будем все работать в едином формате, что позволит детям получать вне зависимости от местонахождения образовательного учреждения одинаковые по стандарту, по количеству материала, блок знаний. И я думаю, что это правильно. Вот уточню. Это значит один учебник для всех, правильно? Да. Сейчас мы стремимся к единым линейкам учебников. Один из первых учебников, единый, который уже начнет функционировать с 1 сентября 2023 года, это учебник по истории для обучающихся 10-11 классов. Это история России, это новейшая история. Это большое сообщество научных руководителей во главе с Мединским, большое количество историков, авторов учебников истории, которые все обобщили. И теперь этот учебник мы получаем, все школы получат этот учебник и начнут уже с ребятами изучать историю по единому учебнику. В целом идея создания единых линейк учебников, она продолжается и развивается. И мы на сегодняшний момент получаем информацию от Министерства образования, от Министерства просвещения, что планируется к 2025 году уже плавно перейти на единую линейку всех учебников, а не только истории. Поэтому сейчас они дорабатываются, оформляются. И так как мы работаем все теперь в рамках единых федеральных образовательных стандартов, у нас с 1 сентября единая ФООП, федеральная общая образовательная программа, поэтому мы будем пользоваться и едиными образовательными учебниками в скором времени. Есть еще новое введение. Московская область в этом году с 1 сентября переходит на федеральную информационную систему «Моя школа». До этого родителям и детям был знаком школьный портал. Теперь школьный портал работать не будет. Мы все переходим на эту новую информационную систему в ГИС «Моя школа». Здесь очень большой цифровой контент. Здесь у учителей большая, будет возможность использовать различные библиотеки с наработками. многочисленных уроков. Надеемся, что это все произойдет плавно, что родители не заметят большой разницы между школьным порталом в ГИС «Моя школа». И, конечно же, я думаю, увидят только положительное в получении информации от этой системы. Тем более, что многие вещи, если они раньше сопровождались некоторыми денежными средствами, то есть, чтобы получить информацию, нужно было что-то оплатить, здесь это все будет абсолютно бесплатно для наших родителей. И информация о посещаемости, информация об успеваемости, различные общения. Тем более, что не только мы будем использовать систему «Моя школа», мы сейчас активно используем систему «Сферум», где есть возможность тоже получить и обучение, и общение и с учителем, и с одноклассниками в том числе. Наталья Александровна, хочу обратить внимание и ваше, и телезрители. Мне кажется, особенно важный пункт. Вот в законе об образовании закреплено понятие «трудовое воспитание». Вот об этом мне хочется успеть сказать, потому что у нас остается совсем немного времени до окончания эфира. Расскажите об этом, пожалуйста. Поэтому я вам и сказала, что о всех новшествах нам надо с вами сделать, будет, наверное, отдельную передачу. Действительно, теперь законодательно определена эта норма, что общественно полезный труд не требует официальных разрешений от родителей, и наши дети могут помогать и поддерживать чистоту в своем классе, осуществлять уход за растениями и на пришкольном участке, и внутри образовательного учреждения. Ну, как всегда, все замечательное, хорошее из нашего прошлого, но теперь уже под современным углом, под современным взглядом. Тем более, что в рамках, скажем так, общественно полезного труда, наверное, будет еще важно сказать, что у нас теперь вводится такое направление, как профессионалитет. У детей будет возможность с основной школы по старшую иметь возможность приобщаться к различным профессиям. Для этого будет отведен у нас четверг. У нас разные образовательные учреждения входят по-разному в эту программу. Одни будут на продвинутом уровне, другие будут на стандартном уровне, говорить с детьми о различных профессиях, предлагать им различные профессиональные пробы. В том числе у нас будет продолжаться и проект «Билет в будущее», и будет продолжаться проект, который связан с информатизацией, код будущего. Мы будем говорить про современные языки программирования в рамках последнего направления, о котором я сказала. Новшеств очень много. Мы будем продолжать развивать наше движение наших малышей-орлята России. Мы будем продолжать разговаривать о важном. Мы будем каждую неделю поднимать наш государственный флаг, исполнять гимн. Очень много мероприятий у нас будет запланировано в рамках патриотического воспитания. Поэтому в целом в очередной раз в этот новый учебный год мы будем входить в ожидание очень интересного, яркого и событийного процесса, в который будут погружены и дети, и педагоги, и родители. Я думаю, что родителям важно еще будет узнать о том, что в рамках курса по основам безопасности, жизнедеятельности, возникнет тема кибербезопасности. То есть детей будут обучать безопасному нахождению в сети, чтобы защитить их от мошенников, от каких-то злоупотреблений, в том числе финансовых. Вот этот тоже важный пункт я вас прошу отметить. Да, действительно, мы говорим в целом про безопасность, как самих образовательных учреждений. Мы говорим в целом о безопасности, которая очень будет нам важна при проведении торжественных линейок 1 сентября. Но и в то же время мы не забываем о том, что в процесс образовательный нам необходимо включать такие курсы, о котором вы сейчас сказали. Это важно. Безопасное пространство на сегодняшний момент в интернете, наверное, беспокоит и касается буквально каждого. Да, конечно. Родителя, дети действительно должны понимать все то, что происходит в интернете, и мы должны их учить, черпать из информационных ресурсов важную и, самое главное, безопасную информацию. Ну вот буквально в последние минуты нашего эфира хочу, чтобы мы упомянули о мероприятии, которое пройдет до 1 сентября. То есть в конце августа, буквально 30 числа, пройдут учения по безопасности, полное название, как действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 29 числа действительно у нас запланированы эти учения. В эти учения будут включены все наши образовательные учреждения. На базе одних будут проходить эти учения, другие будут участвовать как зрители. Мы проводим эти учения совместно с силовыми структурами по отработке действий педагогического коллектива в случае различных непредвиденных обстоятельств. Мы уже привыкли к тренировкам, которые ежеквартально проводят образовательные учреждения в сфере пожарной безопасности. Теперь мы уже говорим про антитеррористическую безопасность, потому что это тоже очень важно и значимо. И будем отрабатывать уже действия педагогического персонала именно в этом направлении, а специалисты нас будут сопровождать в этом. Очень важный момент. И вот хорошо, что мы завершили на этом разговор, на теме безопасности. Она сейчас ключевая. Идет рука об руку теперь с образованием. И я благодарю вас за содержательную беседу. Я уверена, что вот ту информацию, которую вы сегодня рассказали, она прямо сейчас актуальна для родителей школьников, для их бабушек и дедушек. Спасибо, Наталья Александровна. Спасибо. Спасибо, Екатерина. Спасибо, уважаемые телезрители. Друзья, если у вас есть знакомые, родственники, у которых есть дети школьного возраста, порекомендуйте им пересмотреть эту программу в записи. Я уверена, они тоже найдут для себя много полезного и интересного. Я прощаюсь с вами до следующей встречи через неделю. Всего вам самого хорошего. Субтитры подогнал «Симон»